Орел. Мячик, ворота? Какие ворота? В Ульяновске завершился региональный этап 18-го международного футбольного фестиваля Лакобол РЖД, участие в котором приняли 34 команды 12-летних юношей и девушек. Из Старой Кулатки, Вишкаймы, Сурского, Чердаклов, Большого Нагадкина, Меликевского района, Димитровграда и Ульяновска. Раньше мы приезжали, грубо говоря, посмотреть, как люди играют в футбол. Сейчас мы уже играем в футбол, стараемся показывать результаты, но пока не дотягиваем до призовых мест. География фестиваля Лакобол РЖД в Ульяновской области расширяется из года в год. Кто-то приехал на этот турнир впервые, кто-то впервые сыграл на настоящем искусственном газоне стадиона «Локомотив», а кто-то заработал свои первые соревновательные очки. Очень доволен, потому что трудный матч был. Некоторые ребята вообще первый раз на поле играют. Им тяжело привыкать в искусственный газон, так как у нас этого нет в районе. Отличный результат. Не исключено, что для кого-то именно Лакобол-2024 станет отправной точкой в блестящей футбольной карьере. На это на церемонии открытия фестиваля ребят настраивал руководитель регионального футбола Ринат Аитов. Лакобол – это путь к большому футболу. И пусть этот путь для вас окажется самым ярким, самым желанным и самым успешным. На этом турнире самыми успешными оказались ребята из Димитровградского «Атома». Сразу два коллектива этой футбольной академии дошли до финала. Столь сенсационный результат тренерский штаб «Атома» объяснил наличием в городе футбольного манежа. Чуть-чуть видно, что мы чуть лучше готовы, потому что мы там занимаемся круглогодичным образом, говоря, осень, зима, весна. Летом только выходим на стадион. Единственную же путевку в следующий этап фестиваля «Саранск» завоевали младшие атомщики – ребята 2013 года рождения. В данный момент они примерно одинаковы по мастерству, а по характеру 2013 года чуть-чуть сильнее. Финальный счет 2-0 в пользу младших атомщиков. Вратарь капитан победителей назвал главную причину удачи своей команды. У нас сильные удары и хорошие замены. Мы постоянно, вот игрок у нас вышел, 3 секунды на поле пробыл и забил. Мы играем постоянно на длинных пасах и забываем. У девушек единственную путевку в Приволжский этап фестиваля «Лакобол-2024 РЖД» завоевали воспитанницы футбольной спортивной школы «Волга» подопечные Сергея Трушина и Аленой Усачевой. Видно, что ребята соскучились по футболу именно по таким турнирам, где можно, во-первых, проявить себя, во-вторых, попасть в заметку уже в наши спортивные школы. Видно было по глазам, они получили сертификат, свидетельство участия в нашем турнире, получили каждую футболку. Я думаю, что для них это толчок очень значимый, и они уже спрашивают, когда будет турнир следующий. Естественно, ответ один на следующий год. С фестивалем Ульянов спростился на один год. Наши же финалисты готовятся к Мордовии, где с 7 по 10 июня пройдет второй этап этих популярных соревнований.